Добрый вечер, вы перевесите Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Владимир Путин встретился с главами регионов и поздравил их с избранием на высокие должности. Глава государства попросил держать под личным контролем ход реализации нацпроектов. Более 100 тысяч жителей республики уже завершили оба этапа вакцинации. О том, как идет привычная кампания в городах и районах Карачаева-Черкесии, репортаж вести. В Карачаево-Черкесии на территории памятника Музея защитникам перевалов Кавказа высадили 100 саженцев ясеня и липы. Цель экологического проекта – сохранение памяти о павших солдатах. Креативные проекты. Скоро в Черкесске начнет функционировать каворкинг-центр Молодежного ресурсного центра бизнес-проектов «Дом молодежи». Глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с избранными высшими должностными лицами субъектов РФ. В ходе встречи Рашид Емрезов поблагодарил президента страны за поддержку в вопросах социально-экономического развития региона. Владимир Путин пожелал успеха в главе региона. Владимир Владимирович, разрешите мне от лица многонационального народа Республики Карачаева-Черкесии поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете для ее развития. Те ваши поручения, которые даны по развитию, мы их, конечно же, неукоснительно будем исполнять. Для меня большая ответственность. Я третий раз вступаю в должность главы субъекта, высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации. И я хочу вас заверить, что я, как и прежде, буду служить в родной республике и, конечно же, в нашей родной России. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И так же, как другим коллегам, хочу пожелать успехов. Работа непростая. Работа напрямую связана с людьми. Вы ближе находитесь к людям, чем сотрудники федеральных ведомств, тем более тех, которые находятся в Москве. Вы тоньше чувствуете настроение и потребности людей, их ожидания. И имею в виду сейчас не только Карачаево-Черкесию, но и всех коллег, которые сейчас собрались на этой встрече. И искренне рассчитываю на вашу работоспособность, на ваш организаторский талант и на ваш настрой для достижения максимального результата в работе на столь высоком посту, как глава субъекта Российской Федерации. Люди ждут от вас результатов, конкретных результатов. В Карачаево-Черкесии, как во всей России, продолжается прививочная кампания. Более 100 тысяч жителей республики уже завершили оба этапа вакцинации. О том, как вакцинируется население Карачаева в Черкесии в городах и районах, расскажет Мурат Джанкёзов. По последним оперативным данным, в Карачаевском городском округе с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией в общей сложности почти 6,5 тысяч человек. Из них выздоровели 5,5 тысяч. На сегодняшний день 579 человек находятся на амбулаторном лечении, а тяжелых больных отправляют в ковид-госпитали Черкеска, Хабеза и Усджугуты. Большие надежды возлагают врачи на массовую иммунизацию населения, чтобы выработать коллективный иммунитет от ковид-19. Прививочная кампания начата уже тоже с начала этого года. На сегодняшний день запланировано провакцинировать 44 534 человека, жителей города Карачаевска и Карачаевского района. Провакцинировано вакцинами различными. Это «Спутник Ви», «Спутник Лайт», «Эпивак Корона» и «Ковивак» 11 683 человека, что составляет 26,2%. Каждый день двери Карачаевской центральной городской и районной больницы открыты для всех желающих привиться. Тем самым обеспечивается безопасность как самих пациентов, так и их близких от тяжелых последствий новой коронавирусной инфекции. Жители республики могут привиться у нас в районе, могут записаться на прием к врачу через госуслуги, также могут через регистратуру записаться, подойти. Прием осуществляется каждый день в прививочном кабинете до часу дня. Также больной приходит на осмотр, берем общеклинические анализы, производится осмотр, измеряется давление, пульс, сатурацию меряем, и потом больной проходит в прививочный кабинет для вакцинирования. Сегодня дефицит или нехватки доз вакцины нет. Каждый день десятки человек без толчьи и суеты проходят процедуру вакцинации. У нас наличие всей виды вакцин. «Гам-Ковид-Вак», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «Эпивак». Пациент при желании может выбрать любую вакцину и привиться у нас в кабинете. Я аж дважды привилась, даже «Спутник», а теперь пришла на третью ревакцинацию. Как вы себя чувствуете? Нормально, без всяких. Нормально себя чувствую. Я первый раз пришла, просто хочу привиться, сохранить здоровье. Так, я тоже на ревакцинацию пришла. Отлично, прививайтесь все. Никаких проблем, всё шикарно, всё замечательно. Никаких переживаний. В Карачаевском городском округе прививка от коронавируса охвачена около 30% от общего количества жителей. Несмотря на не очень большую активность, процедурный кабинет больницы не пустует. Кроме того, постоянно проводится разъяснительная работа, особенно среди лиц старшего поколения. Мурат Шенхюзов, Расул Бергий, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 25 297 человек. Из них 22 501 выздоровел, 719 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-9, в горах минус 2 плюс 3, а днем 10-15 выше нуля и местами до плюс 10. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 13-15 градусов тепла. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Информация на сайте циркусдефискисловодск.ру Касса 2-96-58. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас! В России реализуется патриотическая акция «Лес Победы». В Карачаево-Черкесе на территории памятника музея-защитникам перевалов Кавказа высадили 100 саженцев ясеня и липы. Цель экологического проекта – сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне. Репортаж Харши Биджиева. Сто саженцев ясеня и липы посадили у мемориала защитникам перевалов Кавказа. Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» реализовало специальный проект под названием «Лес Победы». Его цель заключается в том, чтобы по всей стране в память о 27 миллионах погибших во времена Второй мировой посадили деревья. Данная акция не только развивает патриотизм в сердцах нашей молодежи, но и обогащает их культурно-нравственными ценностями, а также положительно отразится на экологии республики. Поглощая углекислый газ и вырабатывая кислород, эти деревья, как и солдаты, стоят крепко, защищая нас, сказала Валентина Лешова. Только здесь, на этой территории посажено 100 деревьев, но сегодня сажают и в районах, и в городе черкесские деревья, и в лесничествах сажают деревья. То есть это подведем итоги уже в понедельник, это будет, естественно, большое количество, которое саженцами лесничество обеспечивают, и сами приобретают районы саженца и горы. То есть в рамках этой акции, достаточно большая акция, будет много деревьев посажено. Инициатором мероприятия выступило Министерство природных ресурсов и экологии республики. Также участвовали волонтеры Победы Карачаевское лесничество, Нацгвардия и многие желающие помогали в реализации проекта. Представители со всей нашей республики, это работники лесхозов, общественная организация, организация «Зеленая Россия», волонтеры Победы, волонтеры-наследники Победы, отдел по молодежной политике и туризму, нашей республики. Наша организация решила принять участие в этой прекрасной акции, потому что мы считаем, что это очень патриотично, очень символично, так как данная акция приурочена не только лучшую технологию, а она создана в нашей республике в честь каждого погибшего во время Великой Отечественной войны, а их около 27 миллионов человек. Наша республика решила, что это будет очень и очень патриотично и символично принять в данной акции участие. Также в рамках проекта посадка ведется и на других участках республики. Сажать деревья в честь тех, кто ковал победу, пришли все неравнодушные люди, которые хотели внести свой вклад в память о защитниках нашей Родины. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Орджиникидзовский. Креативный проект для реализации идей молодежи. Скоро в Черкесске начнет функционировать каворкинг-центр молодежного ресурсного центра бизнес-проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций «Дом молодежи». Данный проект реализуется автономно-некоммерческой организацией «Союз молодежи Карачаева-Черкесской республики» на грант президента России. Об основных целях и задачах проекта и о том, какие ремонтные работы были проведены, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Каворкинг-центр «Дом молодежи» – это место, где молодые люди смогут реализовать свои проекты. Быстрыми темпами члены Союза молодежи Карачаева-Черкесии провели ремонтные работы по демонтажу полов и ненужности новой перегородки. Руководитель проекта Наурус Байрамкулов отметил, что общими усилиями членов организации полностью был проведен капитальный ремонт и уже идет подготовка к открытию Дома молодежи. «Мы создали в анграх данного центра проектный офис, где те люди, кто имеют социальные инициативы, предпринимательские инициативы, могли прийти здесь, получить консультацию, получить поддержку, ознакомиться с мерами финансовой поддержки и инвидов поддержки государственной. Мы сделали презентационный зал с полностью всем видеооборудованием, где можно проводить образовательные мероприятия. Зона кофебрейков и переговорная, и непосредственно каворкинговая зона, где есть 10 рабочих мест, где лидеры социально ориентированных проектов, либо молодые предприниматели, либо же фрилансеры, могут занимать для себя место, вести свою деятельность». Также в ходе ремонтных работ полностью было установлено трехфазное электричество. Помимо этого в здании было проведено отопление. Стены полностью были обновлены и покрашены. В Доме молодежи предусмотрена и комната для досуга. Член организации Мурат Озов отметил, что все ремонтные работы были проведены качественно и под особым контролем. «Мы заменили систему отопления, климатическое оборудование установили, полностью поменяли санузел, то есть освежили санузел. Также мы поменяли все освещение в этом помещении и добавили систему противопожарной безопасности. Сейчас уже все на финишном этапе. Мы уже заканчиваем монтаж именно системы пожарной безопасности. Также в помещении учитываются все санитарно-эпидемиологические нормы, установленные санитайзеры, диспенсеры масок и система рециркуляции воздуха». Как отмечают сами организаторы каворкинг-центра, Дом молодежи станет местом, где креативная молодежь сможет не просто реализовать свои проекты, но и найти своих единомышленников. И уже совсем скоро новое здание распахнет свои двери для молодого поколения. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести к этому часу, а прямо сейчас премьера сериала «Шуша». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова